Дорогие отцы, братья и сестры, я всех вас поздравляю с престольным праздником Преображенского кафедрального собора. Мы уже сегодня с вечера торжествуем и прославляем преобразившегося на фаворе Господа. Сами слова, побуждающие учеников взойти на гору, от Христа звучали следующим образом. Идем вместе помолиться, и результатом молитвы стало преображение Господа. Как бы приглашая и нас пройти путь деятельной молитвы, нам Церковь говорит о том, что человек, который стремится к единению с Господом через молитву и Богообщение, достигает желаемого. И даже того, чего не чаял, почувствует, услышит и увидит то, что не приходило на сердце обычному, обремененному грехами мирскому человеку. И мы сегодня, побуждаемые благодатью Божией, приходим в этот небоподобный храм для того, чтобы помолиться и здесь получить обильную благодать Господа, которую Он дает всем ищущим Его. И мы празднуем и ликуем, и благодарим Господа за то, что Он дал нам помнить и оставил особый пример и особое явление свое в этом мире. Именно на фаворе Господь показал Свою нетленную, вечную славу Божества настолько, насколько можно было человеческим естеством и очами увидеть и понять и постичь, как вечный Бог проявляет Себя в этом мире. И понятно слово пророков, которые говорили, что Бог есть огонь пожигающий. Если бы не милосердие Божие, то все бы мы сгорели от славы вечной и от красоты Божьей, потому что в той полноте, которая есть у Бога, мы не можем постичь и ощутить эту благодать, настолько она далека по своей силе и власти от нашей немощной природы, что Бог снисходит к естеству человеческому и даже не для всех, а только для тех, кого очистил своим словом из ближайших учеников, дает постичь его красоту, красоту его вечного Божества. Мы же имеем это апостольское свидетельство о том, что Сын Человеческий есть и Сын Божий. И здесь, в этом мире, Он в смиренном образе, в человеческой плоти, для того, чтобы исцелить нашу человеческую природу от греха и смерти, Он пришел и здесь служил своим словом и назидал мир, оставил свои спасительные заповеди, а для ближайших учеников дал укрепление, чтобы в момент опасности смертельных испытаний Господа Иисуса Христа они не усомнились в том, что перед ними не просто страдающий человек, а Бога-человек Иисус Христос. Я поздравляю вас с этим праздником и желаю, чтобы мы, пришедшие на молитву, получили от Господа милость, очищение наших сердец, и чтобы свет фаворской славы просиял в нашей душе, а мы, наполненные этой благодатью, несли проповедь в этот мир, который, как мы знаем, подобен темноте, но Бог просвещает его и дает возможность ищущим постичь и свет, и славу божественную, божественную красоту и мудрость, и вечность вечного Бога, который даровал Он нам через пришествие в мир. Поздравляю всех вас и приглашаю завтра на божественную литургию. Первая начнется в 7 часов утра, вторая в половине десятого. По окончании первой литургии будет совершен крестный ход, как и положено в престольные праздники, и также будут освящены плоды нового урожая. По окончании второй божественной литургии также будут освящаться плоды, которые вы принесете с собою и которые будут здесь у нас в Кафедральном соборе. А сегодня по окончании этой службы будет совершен молебен с водоосвящением. Пусть Господь через эти благодатные дары помогает нам освящаться в мире и идти спасительным путем в Царство Божье, в Царство Славы и Света Божественного. С праздником всех вас! Храни вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok